Спонсор этого видео Сноу Амазонка, это канал администратора игры Экзотанкс, про которую я вам ранее рассказывал. Девушка проводит ламповые стримы по этой игре и общается с подписчиками, и я рекомендую вам залетать на них и конечно же подписаться, чтобы стримы эти не пропускать. Ссылка в описании. Всем привет! В этой серии нам предстоит сделать очень важный выбор. Как вы помните, в прошлой серии началась война между США и Россией, и идёт в итоге третья мировая война. НАТО и ЛДКБ сражаются, и нам нужно будет, как и в прошлый раз, выбрать того, на кого мы нападём. Можно, конечно, идти по заранее подготовленному плану, мы же ведь хотели напасть на Россию после Китая, так как у нас очень много поводов для этого. Но, можно ведь планы все изменить кардинально, и напасть уже на Америку. Но вот в чём сложность такого вот плана, нападения на Америку? Дело в том, что американцы держат на своих военных базах, на наших территориях, больше дивизий, чем у нас вообще есть. А также эти дивизии намного качественнее, чем те, которые у нас есть. Вы просто сравните, что у нас, как бы вот возьмём самые сильные из списка. А вот такие вот они. И какие здесь, блин, у американцев дивизий? Посмотрите, целый салат из различных видов войск, которых у нас даже просто нету. Ну окей, давай даже предположим, что вот сейчас я сделаю танки. Мне, кстати, нужно будет улучшать, потому что, ну это, как бы такое. Сделаю танки. Получится у нас выбить американцев с нашей территории. Окей. Далее, острова. Можно, конечно, острова обойти, но рассмотрим вариант, что мы решили ещё острова захватить. Тут у Америки есть острова, которые ей подчиняются, допустим, Республика Маршалова острова, и таких вот здесь куча. Ну, допустим, это республика. Островов куча. В каждой нужно сделать высадку, ну практически в каждой. Тут на некоторых можно перешагнуть с острова на остров. Я уверен в том, что я не смогу выбить отсюда дивизии. Обычно же мы делаем высадку, смотрите, вот сюда вот, в Вьетнам. Делаем высадку рядом с морской базой. Потому что если прямо ударять в морскую базу, наши дивизии ловят огромные дебафы. И пусть даже там одна дивизия тоненькая стоит у противника, мы сможем не пробить просто. Вот здесь такая проблема есть. Можем просто не пробить этот остров. А таких островов много. И в любом случае, хотя бы хоть половину мы пробить не сможем. Это, наверное, даже в лучшем случае. Есть, конечно, вариант такой, что можем сделать высадку, допустим, вот сюда. Вот здесь нет морской базы, вряд ли крыть будут, хотя это столица. Это плохой такой пример. Давайте посмотрим. Вот здесь вот пример есть получше. Можно сделать не морскую базу, сюда вряд ли этот остров будут крыть. Но, чтобы с острова перейти сюда, нужно будет опять продавить американцу. А это как бы... Понимаете, дебаф будет не лучше, если мы начнем прыгать с острова на остров пешком. Потому что от пересечения вот этого вот у нас тоже есть дебафы. Поэтому острова это очень жестко. Допустим, мы закрыли на них глаза. Делаем высадку мы в Америку. В Америке, напоминаю, полтысячи дивизий. У нас 30. Окей, смогли мы сделать высадку, но чтобы нам 30-точкой. Даже, понимаете, что вообще у американцев, допустим, 50 дивизий. Нам 30-точкой здесь все покрыть тяжело будет. А у них-то полтысячи. Они нас просто вытолкают. Запросто. Поэтому Америка, понимаете, это очень такой недосягаемый для нас вариант. Но у нас не так уж и много к ней претензий. Понимаете? У России у нас есть претензии территориально. К Америке, ну, как таковых претензий у нас нету территориально. Разве что здесь, может, в океане что-то мы хотим забрать. Но, понимаете, если посмотреть даже вот на реальную политику в Японии, такое ощущение, что у них возвращение Курилл это какая-то великая национальная идея. Поэтому, с учетом того, что мы тем более привели к власти националистов, мне кажется, возвращать нужно Куриллы. Чисто для морального воодушевления нашего народа. Вот как-то так. Да и тем более нужно Китай добить, потому что, смотрите, если мы сейчас побоим США, Россия ведь победит. И если мы, конечно, победим, то и Россия победит, потому что мы будем против США сражаться. Ах да, не только США, нам нужно будет победить еще и всех остальных членов НАТО. То есть, допустим, захватили мы всю Америку, это ведь нам нужно будет отсюда делать выстку же сюда и захватывать всю Европу. Одно дело ОДКБ, другое дело Америка и Европа. Наша тридцаточка просто, ну, испугается вот таких вот идей. Поэтому ей об этом говорить не будем. Если дать Китаю развиться, он может напрячь уже нас в будущем. Поэтому нужно, наверное, зародыш уничтожить вот это дело. Потому что после войны это все пока слабо, но это вопрос времени. И тем более Россия, кстати, смотрите. А она ведь давит. Пробилась здесь, в Прибалтике. Через Беларусь захватили уже Хелма. И до Люблины немного осталось. Так что мы посмотрим, к чему это все приведет. Пока что мы сейчас будем заниматься Северной Кореей, Вьетнамом, Лавосом, там, Камбоджей. И поглядывать, что здесь в Европе будет происходить. В любом случае, мне кажется, что самое адекватное это напасть на Россию. Еще, кстати, у меня же сейчас тысяча политластия, Я ее здесь потратил. Тысячу одну. И осталась еще одна. Я смотрю, правительство, у нас главы правительства нету. Ну, просто его нету. Мы можем выбрать вот этого Тами Мото на кому-то. Кстати, у него лицо такое же, как у этого. Ну, без шуток. Значит, здесь бонус, конечно, они не сказать, что сильно большие. Хотя стабильность плюс 15, это очень вкусно. Но для нас нафиг надо. Стабильность у нас больше сотки, даже во время войны. А здесь за тысячу. Ну, в принципе, если некуда тратить эту тысячу, то можно сюда вписать. Жалко, конечно, 3% фабрик отдавать. Ну, да ладно. Почему бы и нет. Также, кстати, насчет строек. В строй я сейчас в заводе легированной стали. Все потому, что у нас сейчас легирующих металлов очень мало. Я их закупаю. И трачу из-за этого очень много фабрик. Поэтому я решил, что нужно делать в заводе этой самой легирующей стали. Она делается из легирующих руд и стали. Делают легирующую сталь. Потребляют энергоресурс. Вот, дело в том, что у нас сейчас, конечно, нету руд легирующих металлов. Вот в чем проблема. Но, понимаете, их закупать дешевле. То есть, за единичку берем 10 легирующих металлов. А вот за единичку на руд льгирующих металлов получаем 20. Конечно, еще нужна железная руда, но ее у нас вроде как много, поэтому нормально. Построю сейчас заводы, потом начну закупать руды этим. Также, конечно, нехватка еще есть всего остального, но это по мелочи, сейчас там где-то нехватка, у нас в принципе всего это в запасе есть. Можно, конечно, закрыть экономику, ну как закрыть, то есть из свободной торговли перейти в приоритет экспорт. Тогда будем мы меньше ресурсов продавать, больше оставлять себе, но мы ведь за это получаем не только фабрики, но еще и деньги. Поэтому как-то деньги терять уже не хочется, у нас был прецедент. Нет, нападаем мы сейчас на Северную Корею, поехали. Северокорейцы никак не могут нам сопротивляться, никакие ракеты они, конечно, не используют. Хотя вроде как ожидалось от Кимичины, на что он этим будет заниматься, но не, нифига. Давайте-ка сейчас мы пройдем-ка до Пхеньяна вот таким-то образом. Пошли, сразу пройдем по городам, пока они здесь стоят на границе. Оп, котел еще сделали, а на Пхеньяне, а они стоят, ладно, я понял вас. Ну-ка пошли теперь сюда вот. Да, Пхеньян нам взять не дали, теперь слегка мы отступили. Окей, тогда давайте попробуем как-то здесь пройти. Ух ты, пытались даже нас закатлить, так делать не надо. Все, тогда сейчас вот эти войска мы подводим свои и будем давить уже вместе с ними. О, здесь освободилось, кстати, пошли. Так, это уже изучено, что можно здесь взять еще? А знаете, что я хочу на самом деле взять? Здесь есть у нас самоходная артиллерия и РСЗО. Я хочу что-то из вот этого вот добавить в нашу танковую дивизию. Я посмотрел разницу между самоходной артиллерией и РСЗО, ну, разница-то понятна, а вот именно в плане характеристик. РСЗО это у нас, конечно же, ракетная, ну типа Катюши, самый простой пример. У них противопехотная атака очень большая, прорыв тоже большой, защита даже больше. Ну, конечно же, противотанковая атака меньше и броня, соответственно, тоже меньше, бронебойницы вообще нету. Стоимость производства чуть дороже. Хотя, мне кажется, это было бы дешевле производить, чем это, но это игра. И броня 60, здесь брони нету. Ну, знаете, в чем дело, у нашей танковой дивизии будет и броня, и бронебойность, и противотанковая атака, соответственно. Поэтому нам будет что-то такое, чтобы пехоту гасить, да и прорыв побольше получить. Поэтому я все-таки буду сейчас прокачивать РСЗО. Потому что сейчас там, ну, бонусы очень маленькие. Посмотрите, вот зайдем эти сейчас наши танковые дивизии. Танки же, они ведь без прикрытия, организация офигенная. Ванильные ходики и в других модах обычно мы добавляем вместе с танками еще и мотопехоту, там, вайтконницу, чтобы давать организацию. Здесь же танки имеют хорошую организацию, прикрытия не надо. Хотя здесь есть батальоны прикрытия танков, но они имеют маленькие характеристики и бонусы, поэтому не без этого как-то. Сюда добавить можно, как я уже сказал, РСЗО. Есть несколько видов РСЗО, это вот обычное, среднего и крупнокалиберное СЗО, большой дальности. Но разницы между ними я не вижу, кроме как удорожания производства. Но, возможно, когда мы прокачаем, разница будет. Или это просто пока не проработано. Но, в любом случае, буду ставить тогда вот эти, если не проработано. Вижу, что он, конечно, дает здесь некоторые минусы. И бонусы не такие хорошие. На самом деле, проще будет напихать танки, они хоть дороже стоят, но, тем не менее, будет как бы эффективнее. Но прокачаем, посмотрели на характеристики. Мне кажется, что профит будет от такого. Но только если оно будет прокаченное. Вот в чем дело. Так, проходим теперь сюда вот. И Пхеньян. Надо его уже взять, они обороняют его, капец, до посинения. Ну, пробей до Пхеньяна ты. Давай, давай, давай. Ну, и дивизиковые тоже нефиговые. Ну-ка, ладно, пошли-ка сюда вот пройдем. Сюда давим. Корейцы, а что вы это? Не хотите мне как-то вписаться? А то мы сейчас вашу же Корею забираем. Так, ну, Пхеньян, давай-ка. Кстати, контрразведка я прокачал. Тут же у нас есть в нашей разведке улучшения, как бы. Они отличаются от ванильных, естественно. Сейчас же современность. И, на самом деле, здесь нужно посидеть, да посмотреть, что они все представляют. И везде, кстати, требуются деньги. Пропаганда радиуса ввода. Сияние религиозной войны. Прицельной террории. У-у-у. Ну, тут, конечно, можно поразвлекаться. Давайте это я рассмотрю чуть позже. Сейчас затыкать не буду туда, что я не понимаю. А прокачаем мы контрразведку нашу. Потому что своих агентов я не ставлю сюда. Здесь уровень действий агентов в иностранных. Он серьезный. Ну, мы знаем по прошлым событиям. Мы без контрразведки как-то ловили. А вот с контрразведкой прокачанной, мне кажется, американцы будем ловить мы каждые два дня. Ну, Пхеньян, давай-ка. Есть. Все. Должно быть все. А, нет. Нифига себе. В Кайсоне они еще держатся. Но мы через реку толком-то не можем пробить нормально. Или можем? Ну-ну-ну, пробей. Да, можем, все отлично. Минус Северная Корея. И здесь, на самом-то деле, мне кажется, что мы всю Корею будем забирать себе целиком. Ну-ка, смысл делать ее марионеткой, на самом-то деле, как мне кажется. Это было прикольно. Националисты Северной Кореи. А там есть путь националистов, кстати. Так. Давайте все забираем. Насчет Северной Кореи. Я бы за нее тоже поиграл, если вы захотите. А потом у меня будет еще одна идейка насчет Северной Кореи. Ладно, я вам сразу расскажу. Короче, я хочу сделать монтажик по эту моду Северную Корею усилить настолько, насколько это возможно. То есть, короче, дайте какую-то суперсилу там, не знаю. Что-то там такое изобрели северокорейцы, что у них там прям сверхмощь, куча всяких людских ресурсов, ниоткуда взялось, куча снаряжения различного техники. Мир офигевает, нападает весь на Северную Корею, и она в одиночку против всех пытается справиться. Естественно, она побеждает, потому что я ее усилю капец, как сильно. Она здесь кучу всего захватывает, и я хочу потом, во второй серии этого монтажа, посадить игроков на приграничные страны с этой огромной Северной Кореей уже. Из-за так, чтобы не попытались ее уже, конечно же, уничтожить. Второй вариант, это я могу тоже сесть за кого-то и там, допустим, в одиночке пытаться отбить. Если будем садить игроков, то, конечно, лучше в качестве смотрителя за всем наблюдать, потому что неудобно, когда я играю, и смотреть на все остальное. В общем, напишите в комментах, как вам все эти идейки. Вот, также было бы неплохо, допустим, сыграть там за Беларусь, что тоже фокусы интересные есть. Но все это пока в разработке, я думаю, спустя время это будет все полировать, и когда мы все-таки за это возьмемся, будет еще интереснее и лучше. Далее. Нам нужно заниматься сейчас Вьетнамом. Что-то у нас по претензиям пока наполовину все готово. По агенту. О, Изабелли. Двойной агент. Еще и горная подготовка. Она, короче, имеет американское гражданство. То есть ее профитно ставить в Америку. Ну, давайте поставим, на самом деле. Хотя мы сейчас же будем против России кувыркаться, поэтому смысл ставить в Америку. Давайте в Татарстан поставим ее. Вот. Ну и во Владивостоке тоже стоит один. Кстати, здесь смотрите, что произошло. Это явно не эстонцы, тут же все члены НАТО сейчас на границе стоят. Я бы АТАШЕ бы отправил, чтобы посмотреть, что здесь происходит. Кто может принять наши АТАШЕ? Они не принимают наши АТАШЕ. Американцы, может, вы? Никто не хочет наши АТАШЕ. Слишком плохое мнение о нас. Да ты издев... А что такое плохое? А, создана мировая напряженность, точно. Там же мы... Да, я вспомнил. Было такое, да. Никто не хочет наши АТАШЕ принимать? Окей. Я просто посмотрел бы, что там за битва это происходит. Нам бы сообщали бы таким вот образом через АТАШЕ. Ох, по ресурсам, господи. Подводные лодки пока есть. Ну, я пока не буду все это ставить. У нас кораблей вроде как хватает, вполне. После аннексии Крыма на Россию брушили санкции Евросоюза и Америки, что подрывало их экономику и возможность закупать новое вооружение. Может, нам стоит также задуматься о введении собственных санкций? Давно пора. Не стоит. Давайте введем, пусть крымчане не смогут игры в стиме покупать. Ха-ха-ха. А, стим же американский. И... А, уже велишь. Ну, тогда уже... А что мы можем тогда сделать-то? Что ж вести-то можем? Хм. Ну, смотрите. Мы же с Россией еще собираемся воевать. И как бы логично было ввести санкции перед войной. Но, конечно, отношения мы с Украиной повысим, с Россией снизим. В любом случае, сейчас мы видим в России врага, поэтому, очевидно же, нам ввести нужны санкции. Хотя, по сути, сейчас же война начнется с санкцией. Все равно все будет ограничено по максимуму. Хм. С Украинцей тут отношения повысили. Мы же, понимаете, националисты тут и там сейчас сидят. Поэтому надо поддерживать братья националистов. Сейчас, правда, жалко. Мы ни с какими из них не можем делать свой альянс. Вы не можете создавать альянсы без национального духа. И еще, как бы, просто они не хотят, понимаете? А у нас дух, может быть, скоро появится. Поэтому нужно будет еще отношения как-то повышать. Даже с отношениями, кстати, хорошими. Все равно они отказываются. Но если на Украину кто-то нападет, они захотят вступать в альянс. НАТО их вряд ли возьмет. А вот в наш, в наш они вступить могут. Можем уже сейчас нападать. Претензии у нас готовы на Вьетнам. Но я, кстати, тем временем сейчас строю у нас электростанции экологически чистые. Потому что они ресурсы не потребляют. И это очень выгодно. Но мало, конечно, они дают электроэнергии. Но зато мы можем здесь их куча построить. И в принципе нормально будет. А то у нас здесь было 43%, а это уже нехватка пошла. А сейчас средняя беспечность. Я буду среднюю хотя бы удерживать. Потому что высоко, это нужно постараться. Закупал я, пробовал различные ресурсы. Не помогало нашим электростанциям. Видимо, просто у нас их мало уже. Хотя мы здесь куча электростанций, допустим, тепловых пануз захватили. Смотрите, в Китае. У него каждая провинция по десятке. Северной Корео еще их нету. Вот как-то так. Также есть проблема большая у нас очень с полимерами. Полимеры у нас делаются из нефти. Я пробовал нефть закупать. Думал, может быть у нас тут куча просто заводов. Может просто не хватает нефти. Закупил ее. Не, нифига. Закупил чуть ли не по тысячу. У Судовской Аравии нифига. Видимо, просто не хватает нефтеперерабатывающих заводов. Нужно будет еще строить. Также проблему с аллигирующими металлами мы сейчас решим. Нам нужно закупить сталь. Конечно, можно закупить железную руду. Но у нас вроде как ее хватает. У нас именно сталитейных заводов не такого, что и много. Поэтому давайте-ка будем сталь закупать. А закупать я бы стал, знаете, у кого-нибудь такого отстраненного. А можно у Ирана. Давайте. Закупим 330. Также нам нужно закупить руды. Вот руды можно брать, потому что... Ну давайте у Турции. Потому что у нас куча заводов понастроена. Ну, видишь, не сильно большая куча. Ну, нормально. Которые как раз-таки и производят аллигирующие металлы. Давайте за десятку возьмем. И минус 260. Вот. Все. В плюс уже 19 вышли. Можно уже не закупать. Хотя я сделаю еще таких вот заводов куча. И мы вообще закупать не будем, на самом деле. Пока, конечно, закупать придется. Вот. С одной проблемой мы исправились. Дальше вот полимера. Но это чуть позже. Потому что я сейчас хочу электростанцию делать. Также еще пятерочку построю до конца. У нас заводов полигирующие металлом. Ох, фабрика, конечно, хорошо у нас такой уменьшилась, кстати. Хорошо я фабрик потратил. Ну ничего, сейчас мы будем здесь баловаться. И какие-то фабрики-то заполучим. Погнали. И выставка. Оп. Надеюсь, кстати, нас здесь никак не остановят. Так, тут никого нет. Вы стоите. Молодцы. Авиацию также сюда вот я перекинулся. Конечно, проблем не хватает. Немного у нас здесь места. Ну ничего. Там небольшой дебав сейчас. 200 самолетов должно хватить. И погнали быстро сюда. А также отправляемся еще сюда. Двигатель я уже прокачал. А, нужно, знаете, чтобы были хорошие бонусы от РСЗО прокачивать вот это вот. Тут у нас две линии. Вот я одну уже прокачиваю, теперь вторую. Это на противопехотную атаку. А здесь и на защиту, и на прорыв. Противопехотную, противотанковую. Надежность, правда, уменьшается. Ну мне пофиг, я панк. Погнали дальше. Значит, проезжай ка так. Это, конечно, лучше, чтобы сильно она не ускорялась. Пусть тут ей немного еще помогают. Давай-ка проедем вот так. Потому что мы, конечно, здесь истощаемся. Причем сильно очень истощаемся. Вау. Кстати, думаю, вот этим вот я дивизиям поменять все-таки значок. Потому что нарисованные танки, как будто это танковые дивизии. Давайте поставим такое. Они же у нас быстрые. О, стрела. Пусть будет стрела. Чтобы не путаться между танковыми нашими дивизиями. Уж ты, нифига себе, у них танковые дивизии есть. Они, конечно, такие себе по составу. И, да, по снаряжению тоже у них проблемы. Видимо, танков просто нету. Ну а дивизия танковая есть. Так, давай-ка здесь постоим. И, знаешь, что-то у них как-то рисково проходить. Он так стоит, смотрит на нас. Китайский агент пойман. Без имени. Фига себе даже имя стерли. Вот это скрытность, а? Слушайте, сколько эти дивизии вообще, а? А ну подскажи мне. Девять. Нормально. Так, нам главное здесь не задохнуться. Вот такой себе. Так, здесь проходим. Здесь тоже. Я думаю... А, нет, не думаю. Хотел танки сюда кинуть. Ага, мы здесь задыхаемся на машинках. Если я кину сюда танки, так вообще отклеимся быстро. Ой, подождите. У них какая-то здесь еще одна... Так. У них тут какая-то еще одна провинция. Вы посмотрите на это. А морская база случайно не к ней подключена? Ну-ка. Не кажется ли, морская база была к ней подключена? Надо провод выбить сейчас. Стой ты. С трех сторон. Даже с четырех вот. Поехали вот так. Быстро. Капец. Так, стой. Ты давай сюда дави. Ну, вы пока атакуете, ладно. Ребят, пробьем ведь? Да. Мне кажется, я вообще морскую базу не занял. А она относится к этой вот маленькой провинции. А то я сейчас хотел сюда самолета прикинуть. Смотрю, что-то не могу. Странно. Вроде захватили, а вроде нет. Ну-ка, пошли. Бери теперь. Сейчас посмотрим. Прикольно будет, если мы оказывается ее... Так, вы истощаетесь? Да вроде теперь все нормально. Теперь не истощаются. Мы, походу, просто не заняли эту провинцию. Так, а на самолетах здесь есть места. Я просто еще самолета, понимаете, не могу делать. Истребителей мы еще накопили вполне себе неплохо так давно. А вот им на штурмовиков у меня не хватает. Поэтому пока без них балуемся. Ирландский агент. Так, ну автоплан сейчас, конечно, я отключу. По истощению нормально. Просто самолета еще сюда кинула. Они же тоже, как бы, пожирают снабжение. Пробить танк можем противника? Да, можем. Там, по-любому, танков нету. Именно как техники. А это что-то... А, тут же еще... Подожди. А, тут же еще как тебе и Лаос. Сколько у него дивизий? Четыре. Лаоса тоже же танки есть. Он их подводит. Так, нам здесь вот этот вариант нужен. Поехали сейчас быстро сюда вот. Пробуем закрыть эту дивизию. Это, знаете, как-то неприятно. Ну, понятное дело, что это Юго-Восточная Азия. Здесь сражаться тяжело. Даже со слабыми дивизиями. Поэтому я, типа, и не удивлен. Чем мы так от Вьетнама страдаем. Мы сейчас, значит, эту сейчас закрываем. И здесь единичка дивизии. Ну-ка, пошли-ка, может быть, мы сейчас ее закроем. Если здесь от них мы избавимся на этом направлении, то проблем особой не будет уже тут. Так, ну эти пока сейчас заняты. Все, пошли, сейчас здесь пробежимся. Смотрю, здесь вроде никого нет. Так что нормально. Давай-ка вот так. Сюда, 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 сюда. Значит, здесь мы закончили уже. Взяли Хошимин. Теперь нужно тут атаковать. Кстати, что там в Европе происходит? О, Питер. А Питер пока не взяли. Но через реку они уже пробились. А это самое тяжелое. Беларусь напала... О, Литва. Гриба узкать, а что ты делаешь? Захваты сейчас уже Беларусь в половину. Да. А высадок на Дальнем Востоке нет. Американцы никаких не делают. Окей. Сейчас сюда мы войска подводим свои и будем атаковать. А, у нас сейчас проблема оказалась. У нас технического снаряжения не было. Поэтому давайте, конечно, его вот так вот поставим. Заодно сейчас добавок здесь на танках не будет. Они теперь быстрее будут производиться. Стало, конечно, пораньше убрать. Так, это мы на Камбоджу прыгаем. Я взял уже фокус... Какой сейчас скажу? Революция иены. Потеряли, конечно, мы деньги. Там я, кстати, бюджет распределил на 19-й год. У нас в резерве уже 107 миллиардов долларов. Вау. Это нормально. А теперь давайте кредитование банковского сектора. Ну, с РЦС и банки, конечно, пострадали нехило так. Поэтому давайте им поможем. Сейчас мы тут, получается, подделаем немного технического... Ну, как немного. 10 тысяч. Нормально. По ресурсам, видите, скинул все с танков. Сразу хорошо стало. Они пожирают, конечно, дофигища ресурсов. Как раз они все полимеры сожрали. Все полимеры мы потеряли просто на танках. Поэтому какие-то большие дивизии танковые делать... Ну, такое. Когда у нас ресурсная база, она ужасная. Ну, относительно, конечно. Ох ты, блин! ООН ввела санкции против нас. После голосования Совета Безопасности ООН ввела новый пакет экономических санкций. Это негативно влияет на нашу экономику. Это следующий этап санкций. Ну, кстати, я мог на Северной Корее вам показать, что значит все этапы санкций. Они же ведь накладываются один на другой. Вот Северная Корея полностью была в блокаде. Вот мы можем тоже в ней оказаться. Смотрите. Мы получили... Вот предупредительно у нас были. Ну, это так, это, знаете, формально, по сути, фигня абсолютно. А вот это уже... Прирост политвластия минус 100. Не скажешь, что Северной, конечно, страшно. Хотя... Ёпра-суты. У нас даже меньше единички в день ползет. Это фигово. Это уже ладно. Согласен. Стабильность пофиг, минус 20, плюс из-за войны минус 33, минус 53. Фига себе, у нас там по 200 стабильности. Милитаризм минус 20%, у нас он и так низкий. От наступательной еще минус 20. Наша страна воевать не хочет. Понимаете? Прирост командного ресурса... Блин, это, конечно, неприятно. Мы сейчас особо им не пользуемся. Вот какой-то крупномасштабной сложной войне нам придется им часто пользоваться. Затраты на политсветника, ладно. У нас пока, понимаете, это персональные санкции. То есть ввели санкции против Такео, против, там, остальных наших членов правительства. А вот когда ведут экономические санкции, тогда будет веселуха. Запомните мои слова. Ладно, погнали сюда вот. Ну а что нам делать? Мы же в любом случае их получим. Поэтому, чтобы их не получить, нужно просто сидеть на попе ровно. А мы же ведь не умеем. Нам нужно постоянно какие-то передряги вылезать. Поэтому просто посмотрите, что они будут из себя представлять. Я сейчас хочу хоть какую-то там экономическую базу получить, чтобы даже с этими санкциями мы хоть что-то из себя представляли. Потому что мы сейчас очень сильно зависим от мировой экономики. Полимеры все скупают. Все вообще. Надо точно сейчас будет ими заниматься. Это очень выгодно, кстати, занятие. Полимерами. Я так смотрю, у нас могут еще и руду закупать. Скорее всего. Нет, никто не закупает. Кстати, у нас ее много, поэтому я сейчас у американцев уже столько не закупаю. Украинцев сейчас на троечку закупаем. Хоть фабрика сейчас прибавилась немного. А по электростанции опять 44% нужно еще больше вот этих строить. Давайте-ка на Хоккайду. Под десятку. И на рюк еще. Вот так. Двадцатку сделаем сейчас. Так, здесь мы закончили. Давайте сюда вот отковать будем. И еще нужно как-то... О, можем, отлично. Четыре танковые дивизии, что? Фига, нормально. Ну-ка, пошли сюда. Тут держим. Держим. Не пробиваем. Держим просто. И проходим. Слушай, а пошли породим вот так. Ах ты, блин, смотрите, куда они встали. Ладно, давайте будем здесь выбивать. РСЗО прок... Можем дальше? А, тут нужно еще вот это прокачать. Понял? Берем. Давай-ка сюда вот будем, так вот час. Я еще, кстати, прокачал наши вот эти вот основные дивизии. Добавил еще роту рэп. Они дают еще такие же бонусы, как и БПЛА. Но тут, если их вместе поставить, то бонусы прям реально классные. Плюс еще смотреть вот на передвижение 10%. Так что даже с пятерочкой мы там, в принципе, эти дивизии хорошо ускоряем. С помощью допки этой. Так, сюда мы прошли. Ну, единичку закрываем. Танковые дивизии, которые без танков. Потому что не хватает у них промки на танки. Чего вы скачете? Машинки дергаются улицы. Так, и проходим сюда быстро. Слушай, откуда у вас столько дивизий? Да где вы? Пять. Вьетнам, четыре. Откуда у них столько дивизий делают? Если бы они тратились на пехотные дивизии там какие-нибудь. На машины, а не на танки. У них было бы здесь дофига дивизий, на самом деле. Слушайте, можем брать еще где-то как-то вот так и закрыть двушку здесь. Давайте попробуем. На Восточную Камбоджу у меня уже претензии есть, но мы на нее чуть позже прыгнем. И пробиваемся. Отлично. Сюда пробились, и тут минус две дивизии. Так, это мы сейчас прокачали, но пока следующее брать не можем. Тут я уже беру современный Близз Крик. По танкам. Хочу я выйти. Ну, давайте заранее прокачаем концерт. Вьетнамский генпо. Ну, это очевидно, что они все-таки дали нам агентов. Конечно, вот на Таиланда мы нападать не можем, потому что его гарантия это Америка. Вот уже при войне с Америкой можно на него напасть. Потому что мы и так с ней будем выебать. Поэтому пофига. Что в Европе? Да, потихонечку здесь проходят. Питер взяли, Выборг тоже, Сартовалу тоже. Угу. Россия сейчас фигово. Поэтому, мне кажется, нужно на нее будет скоро нападать. Иначе мы свой кусок урвать не сможем. Но если я нападу на Америку сейчас, они мне просто лицо намоют. Понимаете, в чем дело? Если они Россию, что они с ней сделают? То, соответственно, меня на изи просто. Поэтому, как мы сейчас поступаем? Танки, шестерочка, готовим. Сколько претензий будет? 30 дней, все. Нужно еще будет сражаться. Проблема в том, что я сейчас тут, это... Ох, я тут все тренировал. Вот сюда, скорее всего, пропал наш снаряжение техническое. Так, мало дивизий очень. Это понятно. Но я думаю, как поступить. Танки мы направим сюда вот. Сюда мы направим... Ничего мы не направим, это десятка здесь будет стоять заниматься. 10 дивизий просто. У Китая сейчас войска ноль. Но Китай может отдавать свои войска России. Ей, простой ты. Евразийский союз. Ладно. Ладно. Вот, в общем. Дивизий очень мало, нужно уже нападать. Я не думал, что я так быстро прорвут. Понимаете? Поэтому мы сейчас ждем 30 дней, претензия есть и сразу нападаем. А, блин, у Ирана уже не закупаем ничего. Ох, смотрите, флаг поменялся. О, надо стали закупать теперь у кого-то другого. Потому что не можем. О, окей, мы уже мало у кого можем что-то закупать. Давайте тут. А ну-ка погнали вот так. Ах ты, блин, танки подбили. В целом, можем нажать автоплан и погнали просто так. Потому что мы их можем в любом случае сейчас пробивать. И пофиг. Вот эти дивизии он там немного осталось. Но я их уже сейчас распакую. Цвет давайте вам красный. Командующего снабжения. Река укрепления. Давайте, наверное, сейчас я еще одного кого-нибудь посмотрю. А еще одного может получше есть. Ну вот этот, кстати, бронетехника. Давайте, слушайте, его поставлю на танки. А сюда мы поставим какого-нибудь с рекой. Вот. Так у меня портреты нету, поэтому надо к этому привыкнуть, конечно. Мастер-штурм возьмем. Так, и эта шестерочка идет вот сюда вот. И сюда ставим. Все, будто у нас 16 дивизий, очень мало, но Россия занята целиком западом, поэтому на нас она отвлекаться особо не будет. Прорываемся вообще налегке, у них одна дивизия осталась, остальные просто поисчезали, мы их продавили. Там Лаос уже стал главный. Вот здесь странно в этом альянсе. Так, на Ханой быстро идем и по берегу пошли. Оп-оп, все, взяли и вот. Здесь можно, конечно, делать марионетки. Но вот эти земли я хочу захватить целиком себе. Потом можно как-то... Хм, или все-таки сделать марионетку. Я вот фиг знает, как здесь будет адекватнее на самом деле. Давайте мы здесь, знаете, как поступим? Здесь мы сформируем одну единую страну. Я хочу сейчас смотреть, что сделать. Замарионетить Вьетнам, завершаем ход. И ему отдать Лаос. Все остальные... Так, вообще, пока не можем. Все остальные страны я тоже буду ему отдавать. А захватывать мы уже будем земли, вот эти вот острова именно. А это все будет одна единая страна. То есть, допустим, вот эту Малайзию я себе заберу, а эту мы уже отдадим Вьетнаму. А Лаос, допустим, я себе оставлю. Потому что это уже сильно большие захваты. Думаю, что так не стоит делать. Потому что мы сейчас будем растягиваться на территорию России, на территорию Китая. Поэтому такое. Если мы это захотим присоединить, мы это потом присоединим. А пока что давайте сделаем вот так. Так, теперь у нас Вьетнам вот такой вот. Давайте-ка наши вот эти вот войска мы сейчас перекинем на Камбоджу и на нее налетим. Оп, лан, сюда. Там у нас оно долгое будет. До 7 июля. Блин, и с Шри-Ланкой можно торговать, не можем. Что ж такое-то? Это же санкции, что ли? А, там уже, видимо, и не надо с ней. А, нормально. Или подожди, я у Шри-Ланки же брал энергоресурсы. Да, мы Индонезию можем покупать. Ну, давайте сейчас насотку возьмем. Походу, санкции влияют. Кстати, можем, видите, понижать сейчас уровень автономии субъекта. Просто догасить и присоединить ее. Поэтому, если захотим, как я уже сказал, Вьетнам присоединить, мы его присоединим. Это уже чуть позже будем решать. Сейчас Россия. По претензии, половина уже готова. Поэтому чуть подождем и будем уже налетать. Ты там держись давай. Мне оставьте хоть немного. Пока пошли, сейчас быстро с Камбоджей разберемся. Давайте-ка поехали. А, я не призвал Вьетнам в войну. Бывает. Так, а теперь поехали. Все, тут у них две дивизии, по сути, фигня. Теперь сюда идем. Оп, все, закончили. И теперь, так, ты должна сейчас в мирной конференции. Я уже испугался, думал, она в НАТО вступила. И поэтому в мирной конференции не было. А, она есть, отлично. Так, Вьетнам, прошу, забирай. Хотя я бы, допустим, себе какую-нибудь одну территорию бы забрал. Или, допустим, внутри вот так вот. Но раз мы уже решили целиком делать все это вьетнамским, давайте так и поступим. Пропускаем ходы и отдаем. Кстати, они здесь неплохо так сопротивляются. Смотрите, Россия сделала здесь котел. Не факт вообще, что натовцы смогут дойти до Москвы, на самом-то деле. Но, а возможно и факт, потому что сейчас мы уже нападем на Россию. Я бы хотел дойти до Москвы. Вот в чем дело. Короче, эти войска сейчас я с Юго-Восточной Азии прикидываюсь сюда. Претензии уже готовы. А нападем мы уже в следующей серии. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Скачивайте моды на русском языке из нашей группы ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик и включайте все уведомления, что будешь не проскать новое видео. И оформляйте спонсорскую, чтобы получать крутые бонусы. А также играйте в мультипатерные партии или просто общайтесь на наших серверах в Дискорде по ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмброс. Спасибо большое за просмотр. До встречи.